Аллея Нобелевских лауреатов появилась в нашем университете в 2011 году. Именно тогда торжественно открыли памятник Ивану Алексеевичу Бунину, классику русской литературы. Спустя год компанию ему составил Михаил Шолохов. А еще через год, то есть в 2013 году, 10 лет назад, открыли памятник Александру Солженицыну. Литературный дебют Александра Солженицына состоялся в 1962 году, когда в 11 номере журнала «Новый мир» вышел его один день Ивана Денисовича. Александр Твардовский, на тот момент редактор журнала, понимал, что критика не даст пройти этому произведению и за разрешением обратился лично к Никите Хрущеву, который дал добро к публикации. Обратите внимание на тяжелые ботинки лагерника, в которых Солженицын восседает вот здесь, на студенческой, на аллее Нобелевских лауреатов. Именно в этих тяжелых ботинках лагерника он и пришел в русскую литературу. В 1974 году Солженицын был удостоен Нобелевской премии, то есть спустя 12 лет после своего литературного дебюта. Больше информации вы можете узнать в книге, выпущенной Белгородским государственным национальным исследовательским университетом. Книга эта называется «Нобелевский код русской литературы». Здесь собрана информация о всех русских писателях, которые были удостоены этой престижной премии в разные годы, начиная от Ивана Бунина и заканчивая Иосифом Бродским. Собраны их Нобелевские речи, лекции, фотографии, в том числе уникальные. То есть эта книга заслуживает внимания, чтобы обращаться к ней и узнавать для себя что-то новое. Аллея Нобелевских лауреатов в области литературы на площадке вуза по улице Студенческой вошла в Книгу рекордов России. На протяжении пяти лет открытие каждого памятника становилось общегородским событием. Каждая скульптура была подарком ко дню рождения НИУ БелГУ. Все памятники выполнены белгородским скульптором, заслуженным художником России Анатолием Шишковым в единой манере. Десять лет назад, в сентябре 2013 года, торжественно открыли скульптуру Александру Солженицыну. Своей самой большой награды Нобелевской премии писатель был удостоен за нравственную силу, с которой следовал непреложным традициям русской литературы. С электронной версией книги вы можете ознакомиться на официальном сайте НИУ БелГУ.